Приветствую вас, дорогие мои друзья, и вас, верные поклонники Вечного Города. Я продолжаю рассказ о музеех Ватикана. В прошлом фильме я показала вам только малую часть того, что есть в музеех Ватикана. Мы прошли с вами по пинокотеке, я рассказала об истории создания пинокотеки и остановились у некоторых шедевров. Затем мы вышли во дворик шишки, где находится знаменитая античная шишка и современная скульптура «Сфера в сфере». А потом поближе познакомились с коллекцией музеевки Рамонте. Кто не видел этот фильм, прикреплю ссылку, чтобы вы смогли посмотреть. А сейчас продолжаем нашу экскурсию по музеям Ватикана. Мы находимся в крупнейшем музее Ватикана Пио Клементино, который был основан в 1770 году папой Клементом XIV. А потом, после его смерти, пополнять коллекцию продолжил папа Пио VI Браски. Поэтому музей называется Пио Клементино в честь двух пап. В музее находится 12 залов с античными скульптурами, которые были найдены при археологических раскопках в Риме и его окрестностях. Эту статую при раскопках нашли в районе Трастевери. Это спортсмен или атлет. Перед боем атлеты смазывали свое тело маслом. А после боя они счищали из тела грязь с помощью скребка. Он, видимо, держал в руках маленький скребок. Там, где при раскопках нашли эту скульптуру, переулок назвали Викула де л'Атлета, а на невысоком здании изобразили атлета. Прямо все как с шишкой. Там, где нашли шишку, район назвали районом шишки и установили фонтан шишки. Когда знаешь все эти тонкости, как я люблю говорить, и пазлы складываются в одну картинку. Восьмиугольный дворик. Прежде чем папа Кремень XIV в XVIII веке начал собирать коллекцию этого музея, в XVI веке при папе Юлии II здесь был дворик, куда привезли скульптуры, с которых начал формироваться музей Ватикана. Это были первые скульптуры музея – Лао Коон и Аполлон Бельведерский. В XVIII веке, чтобы защитить скульптуры, круглый дворик переделали в восьмиугольный дворик. Так у каждой скульптуры появилась крыша над головой. И теперь именно отсюда, с этого дворика, начинаются музеи Пио Клементино. В четырех нишах находятся скульптуры, на которые надо обратить особое внимание. Персей-Триумфатор – это скульптура Антонио Канова. В прошлом фильме я вам рассказывала, что Антонио Канова был назначен инспектором по вопросам изящных искусств. Антонио Канова ценили как скульптора. При создании «Персей с головой медузы» или «Персей-Триумфатор» Канова был вдохновлен знаменитым Аполлоном Бельведерским, который считался идеалом классической красоты. К сожалению, он сейчас на реставрации. «Персей с головой медузы» – это первая современная статуя, выставленная в музеях Ватикана. Статуя так понравилась папе Пию VII, что он поместил ее на постамент Аполлона Бельведерского, который в тот момент находился во Франции. Антонио Канова очень любил книги. В его библиотеке находилось более двух тысяч книг, но у него не хватало времени на чтение. Он просил друга или брата почитать ему книги, пока он работает. Это рассказы, мифы, легенды. Они помогали ему в создании новых шедевров. Ну а теперь давайте поговорим об этой скульптуре. «Персей-Триумфатор» У царя Аргуса была красавица дочь Даная, но не было сыновей. Когда он спросил предсказателя, будут ли у него сыновья, тот ему ответил, что нет. Наследника у него так и не появится, но зато родится внук, который с судьбой написано «убьет своего деда». «Он убьет тебя и займет твое место», – сказал предсказатель. Старый царь обезумел от ярости. Он все еще пытался избежать предсказанной участи. Его работники сделали большой деревянный сундук, поместили туда Данаю с младенцем, закрыли сундук и бросили его в бушующее море. Юпитер переживал за судьбу Даная и Персея. Он обратился за помощью к Нептуну. Бог моря успокоил воду и прибил сундук к ближайшему берегу. Их нашел и спас рыбак, брат правителя острова, на который они попали. Правитель острова Полидект поприветствовал Данаю и Персея и оставил жить на острове. Персей вырос в прекрасном дворце и стал самым сильным из всех мальчиков на острове. И Даная была прекрасна. Правитель острова влюбился в нее и хотел жениться. Но Персей и ее сын был против этого брака. Тогда правитель острова задумал избавиться от юноши. Однажды, во время пиршества, Полидект спросил у своих гостей, что бы они могли подарить ему. Было названо много всего. Кто-то хотел принести в дар коня, кто-то сокровища. А Персей сказал, что для него он мог бы раздобыть даже голову самой Гаргоны. Одним словом, Полидект поймал юношу на слове, и ему пришлось подтвердить слово делом. Кто же такие были Гаргоны? Гаргоны были три сестры. Три крылатые чудовища со змеями вместо волос, с клыками, как у кабана, и шея у них была покрыта чешуей. Две Гаргоны были бессмертные, а третья Медуза не обладала бессмертием. Но все равно справиться с ней было очень сложно, так как она одним взглядом могла любого превратить в камень. Персей смог достать шлем Аида, делающий своего хозяина невидимым, а значит в нем он сможет подойти ближе к Медузе. Крылатые сандалии, волшебную сумку для головы Медузы, острый меч и бронзовый щит. Бронзовый щит был как зеркало, ведь в глаза Медузе нельзя было смотреть, иначе ты сразу превратишься в камень. И Персей в поисках Медузы смотрел в щит как в зеркало. Он долго искал Медузу, и вот когда увидел этих существ, сразу же появилось желание сбежать. Но понял, что путь назад – это смерть. В какой-то момент чудовище хотело поразить Персея и полетело ему навстречу. Но юноша обнажил меч и одним точным ударом отрубил Медузе голову. Голова покатилась к его ногам. Персей положил окровавленную голову в мешок, надел волшебные сандалии и полетел в обратный путь. Когда полидект-правитель острова увидел Персея, которого он считал уже мертвым, он окаменел. Персей вынул голову Медузы из мешка, царь увидел ее и на самом деле окаменел. Таким образом, красавица Даная не вышла замуж, а Персей стал царем острова. Вот такая интересная история этой скульптуры. По бокам от скульптуры находятся два боксера. Тело Персея идеальных пропорций, оно очень красивое. А статуи боксеров смотрятся здесь грубовато по сравнению с Персеем. Персея идеальных пропорций, оно очень красивое. Полулежачая статуя речного божества. Она датируется эпохой Адриана. В XVI веке статую речного божества поместили во дворике, как украшение фонтана. Под речным божеством стоит царкофаг. Он украшен сценами битвы между греками и амазонками. Скульптуру очень много раз реставрировали. Есть предположение, что правую руку и голову статуи реставрировал сам Микеланджело. Не знаю, как вам, а мне кажется, что в лице речного божества есть черты Микеланджело. Но это только мои предположения. Когда скульптуру нашли, а ее нашли тогда, когда на папском престоле был папа Медич и лев X, при реставрации скульптора эпохи Возрождения в кувшине разместили мордочку льва, чтобы увековечить имя льва X и угодить папе. Скульптурная группа «Лаукоон» была найдена в 1506 году при раскопках термтрояна и при перевозке ее в Ватикан в честь этого шедевра античности били в колокола все церкви Рима. Статуи «Лаукоона» приезжали любоваться путешественники со всей Европы. С нее делали слепки, изготавливали мраморные копии и, конечно же, рисовали. Статуя была найдена без руки, и тут же был организован конкурс, чтобы предложить лучшую модель для замены отсутствующей руки Лаукоона. Микеланджело предложил сделать согнутую руку, чтобы подчеркнуть сопротивление главного героя. Рафаэль же и судья конкурса выбрали другую позу с вытянутой рукой. Она и была создана, и с этой рукой статуя простояла до XX века. Однажды архитектор Людвиг Полок, прогуливаясь по холму, где была найдена статуя Лаукоона, с любопытством заглядывал в антикварные магазины, мастерские и лавки. Он обратил внимание на старинную согнутую руку. Уж очень она была похожа на руку Лаукоона. Он принес эту руку в Ватикан, хранитель музея берет ее и отправляет на склад, и тут же про нее забывает. Наступил момент, когда стали разбирать складские помещения. Это случилось через 50 лет. И опять наткнулись на руку. Рука один в один подходила к скульптуре Лаукоона. И только в 1957 году руку, которую сделал ученик Микеланджело, удалили. И прикрепили оригинальную античную согнутую руку. Микеланджело не ошибся. Античная оригинальная рука была согнутая, как и предполагал он 450 лет назад. В 1527 году, после разграбления Рима войсками Карла V, Рим переживал страшное время. Много было разрушено из произведений искусства. Что-то было повреждено, а что-то уничтожено. На восстановление всего этого ушло очень много времени. Для реставрации античных статуй был приглашен Микеланджело. Микеланджело из Флоренции вызвал своего ученика Монторсоли, который с требованиями заказчика и под наблюдением Микеланджело занимался реставрационными работами. По мирному договору, заключенному между Францией и Папской областью о прекращении войны и капитуляции Папской области, скульптура Лаукоона, как и многие другие произведения искусства, была вывезена в Париж. После Венского мирового договора скульптура вернулась в Ватикан. И встречал ее Антонио Канова. Он позаботился о размещении Лаукоона в музеях Ватикана. Когда я рассказываю про то, как из Рима во Францию вывозили сокровища в виде картины скульптур, то вспоминаю еще один факт. В мае 1938 года, когда Адольф Гитлер приехал в Рим по приглашению Бенита Муссолини, Папа Пий XI, чтобы не встречаться с этим человеком, уехал на несколько дней в свою летнюю резиденцию на виллу Кастель-Гандольфа, которая находится недалеко от Рима. А перед отъездом приказал закрыть музей Ватикана и собор Святого Петра на то время, пока Гитлер будет в Риме. Папа не хотел, чтобы повторилась история, как с Наполеоном. А теперь давайте вспомним легенду о Лаукооне. После долгих лет сражений ахейцы решили проявить смекалку и взять противника хитростью. Они сделали полую статую деревянного коня, а внутри находились войны. Ахейцы разрушили свой лагерь, чтобы создать впечатление, что они отступили и уехали. Когда троянцы увидели коня, они были удивлены. Вражеский представитель убедил троянцев, что этот конь – подношение богам и символ неприступности Трои. Троянцы решили принять дар и внести коня в город. Лаукоон старался убедить народ, что враги недостойны доверия и всячески пытался помешать. Не давал внести коня в город, толкал его копьем. Рассматривая статую, мы видим, как две змеи хотят убить сыновей Лаукоона. Он пытался их защитить, но у него ничего не получилось. Змеи растерзали своих жертв и скрылись. А троянцы решили, что Лаукоон и его сыновья были наказаны за то, что не давали внести коня. Но они ошибались. Когда конь вошел в Трою, жители были захвачены, а город уничтожен до основания. Лаукоон предупреждал, что произойдет, но никто ему не поверил. Нужно обойти скульптурную группу вокруг, чтобы почувствовать красоту, силу, боль, энергию и ужас, который запечатлен в лицах Лаукоона и его сыновей. Дальше мы заходим в дверь, по бокам которой находятся две большие собаки. С правой и с левой стороны от входа находятся два зала, в которых расположена большая коллекция скульптур животных. Это как каменный зоопарк. Продвигаясь вперед, мы попадаем в зал Мус. Зал прекрасно украшен фресками и статуями Мус. Но если ты знаешь, что в центре этого зала стоит тот самый Торс, которым до последних дней наслаждался Микеланджело, то не замечаешь ничего вокруг и бежишь к этому Торсу. Бельведерский Торс Он датируется первым веком до нашей эры. Это Торс спортсмена, сидящего на львиной шкуре. Спортсмен изображен после боя в момент расслабления. Этот Торс изображали все художники эпохи Возрождения. Микеланджело называл себя учеником Торса. И даже в преклонном возрасте, когда он плохо стал видеть, он приходил сюда, прикладывал руки к Торсу и любовался им. Это был его источник вдохновения. Если сравнить Торс и Иисуса на фреске «Страшный суд», то кажется, что всю красоту Торса Микеланджело изобразил в теле Иисуса. Однажды Папа Юлий II попросил Микеланджело отреставрировать этот Торс и вернуть ему руки и ноги. Но Микеланджело отказался. Он сказал, что Торс и так прекрасен, и не стоит его портить дополнениями. Мы заходим с вами в следующий зал, зал Ротонда или Круглый зал. Папа Пий VI продолжил собирать коллекцию после Климента XIV. Этот папа, больше чем его предшественник, хотел увековечить свое имя. Его геральдический знак «Ветер, дующий на лилию» был размещен повсюду. Над входом, на дверях, на лестнице и даже под лестницей и в убранстве залов. Зал Ротонда был открыт почти в конце XVIII века. Он напоминает нам пантеон в миниатюре. Так же, как и в пантеоне, над нами великолепный купол с окулусом. В пантеоне в нишах стояли боги, и здесь, в зале Ротонда, статую возвели в ранг богов. Прекрасная статуя императора Клавдия в образе Юпитера. Великолепный Антиной, возлюбленный императора Адриана. Фаустина, жена императора Антонина. Пол зала Ротонда украшает мозаика III века н.э. В центре зала находится красивая чаша из красного порфира. Она была найдена на термах Тита. Камень для ее изготовления был привезен из Египта. А вот четыре бронзовые львиные лапы, которые поддерживают чашу, считаются современными. И сегодня мы с вами немного прогулялись по музеям Ватикана. И это еще не все. Продолжение следует. Какая у нас с вами прекрасная возможность. В любой момент можно остановиться, переместиться на улице Рима. Но когда вы приедете в Рим и решите посетить музей Ватикана, такой возможности у вас не будет. Вам придется проходить все залы, а это очень длинный и тяжелый маршрут. А сейчас, дорогие мои друзья, я приглашаю вас немного прогуляться по Риму. Продолжение следует. С 12 апреля по 8 мая 2022 года в замке Святого Ангела будет проходить выставка Бартоломео Пинелли. Не знаю, будет ли у меня время сходить на выставку, но мне хотелось бы посмотреть. Если схожу, то и вам покажу. В этом районе всегда много народу. Продолжение следует. Пр wollte. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok В этом году мимо меня прошли все праздники. У меня не было времени снять для вас фильм о том, как Рим праздновал день рождения. Я работала. Моя миссия – влюблять вас в вечный город. Иногда была плохая погода, и мы с туристами не унывали, и проходили все намеченные маршруты, несмотря ни на что. Субтитры сделал DimaTorzok Мое утро сегодня начинается на вилле Десты. Как же я люблю весной привозить гостей Рима на виллу Десты. Здесь все в цвету. Цветут деревья, кустарники, цветы, поют птицы и шумят роскошные фонтаны. В 1550 году вилла Десты была заказана кардиналом Ипполитом II. Он был сыном Альфонса I Десты и Лукреции Борджия. Сыном той самой Лукреции Борджия, про которую я вам уже рассказывала. Она была дочерью самого скандального папы римского Александра VI. То есть заказчик этой виллы был внук папы римского Александра VI. Вилла удивительной красоты. Она находится недалеко от Рима. Но многие туристы не доезжают сюда. Кто-то не знает про нее, а кто-то боится не найти. По времени вместе с дорогой у нас на экскурсии уходит от 5 до 6 часов. Мы выезжаем на электричке в 9 утра. И в 2 или в 3 часа дня мы уже в Риме. Успеваем посмотреть дворец, виллу с фонтанами и даже прогуляться по городку. Этой весной у меня так получается, что я бываю здесь 1 или 2 раза в неделю. И всегда рада возвращаться на виллу. Когда вы будете в Риме и захотите побывать на вилле Десты, буду рада показать вам эту красоту. Недаром Лис посвятил вилле 3 произведения. У кипарисов виллы Десты и 2 произведения фонтаны виллы Десты. На этом, дорогие мои друзья, я буду прощаться с вами. Несмотря на занятость, я буду обязательно снимать для вас новые видео. Жду от вас комментарии, лайки, делитесь видео с друзьями и до новых видео. Желаю вам всем мира и добра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok